всем привет народ меня зовут женя и вы на кальяном канале sweet smoke а здесь у меня находится ракетная топ паста для кальяна space smoke да такое будет немного противоречивое видео футуристическое я бы сказал поэтому как всегда усаживайтесь поудобнее забивайте себе вкусную чашечку и завариваете чай а сейчас запускается заставка и мы начинаем space smoke продукт который был представлен на hookah club show в 2020 году но прежде чем мы перейдем к палитре вкусов к ценнику и ко всему остальному давайте разберемся что такое паста это на сто процентов минеральная основа то есть природный абсорбент который хорошо впитывает в себя глицерин и ароматизатор и при нагревании дает достаточно таких хороший вкус паста обладает очень высокой жаростойкостью за счет своего состава перегреть ее практически невозможно на этом мы остановимся чуть чуть попозже я думаю еще важным аспектом стоит упомянуть в самом начале то что это без табачная паста этот продукт вызывает очень много противоречий можно сказать что мнение разделились на два лагеря ребята с опытом считают что вот эта вот вся история не станет популярной потому что они уже привыкли к табачным смесям и наоборот люди которые молодые в смысле молодые не по возрасту у которых небольшой стаж в кальяной индустрии им нравится продукт подобного рода как минимум я это понял на своем опыте когда знакомил людей с паста им действительно нравилось и очень многие мне писали где можно приобрести space smoke сейчас но учитывая что наш блок находится в украине пока что ребята еще нигде но к этому вопросу мы дойдем чуть чуть позже можно будет но потом начнем с тюбика внешний вид это принципе то что первое бросается в глаза фасовка наша это вот такой вот обычный тюбик что прикольно компания старается выдерживать футуристический дизайн и тем самым подчеркивать свое название что это как космическая паста наверное здесь отсылка идет к еде космонавтов хотя не важно работать с ней тоже довольно удобно и сейчас мы несколько пунктов основных по работе которые нужно знать пройдем и сразу же перейдем к забивкам потому что очень много это будет дело греться и очень много жара надо будет для работы первое я советую использовать чаши типа фанал глазурированная но не с толстым дном не с толстым не с большой вместимостью вот такие как например на гармошке от густо я советую использовать элеаны вот вот такой вот элеан я советую использовать она на мой взгляд максимально лучше подходит для забивок особо ничего учить не нужно так как продукт в работе максимально прост берем чашку и заливаем на глаз примерно 14-15 грамм этого будет более чем достаточно для того чтобы мы смогли покурить это все дело около двух часов и как я и говорил изначально это минеральная основа поэтому заливать ее прямо до верхушки не нужно так как она имеет свойство расширяться миксуется продукт вполне себе нормально можно кто смотрит мой инстаграмчик вот он где-то здесь вылезет я делал эксперименты проводил там и паста с пастой миксовал и пасту с табаком нужно использовать очень жаростойкий табак почему жаростойкий кстати температура горения даже не так максимальная температура распада этой пасты свыше 1000 градусов а для того чтобы она нагрелась то нужно дать прям очень хороший жар я советую использовать 4 25 угля поэтому аркадий ставим уголек значится греем на четырех углях и сверху ставим еще колпак и все это дело минут 8 10 где-то стоит и вот такое огромное количество жара можно также отнести к минусу потому как когда угли стыливают их нужно сразу менять для того чтобы у вас просто не пропадал вкус вот поэтому сейчас мы наверное так и сделаем так как нам нужно нагреть уголь прогреть все это мы поставим кальян и вернемся к вам потому что говорить еще есть о чем как я и говорил вначале немного футуристического дизайна добавили еще синие краски от хука херта я выбрал синий цвет потому что он символизирует со у меня с космосом короче забивочка готова ледяной манго 4 угля аккуратненько аккуратненько ставим это на кальян и сверху еще колпак и теперь у нас есть по меньшей мере где-то 7-8 минут чтобы это дело все хорошо прогрелась давайте же пройдемся по палитре вкусов всего представлена в линейке 19 но нам приехала только 8 поэтому я смогу рассказать про них исключительно первое это манго рич вкус манго далее сибириан пауэр это обычная хвоя кэнди сателит барбарис black hole сверх жесткая мята или лед лед да очень жесткий лед ледяной берри слурм это какие-то ягоды честно я не помню какие мармекул мармекола кола с мармеладными мишками watermelon alien арбуз и последний orange clouds это апельсин почему я просто перечислил вкусы потому что как-то рассказывать отдельно о каждом я не вижу смысла все вкусы отличные передается вот максимально к идентичному что мне и понравилось в этой пасте но есть конечно же фавориты первый это orange clouds так как я большой любитель цитрусовых и вот у меня тюбик ушел просто за одну неделю и 2 это candy сателит это барбарис я тоже люблю всякие конфетки но все остальное плюс-минус тоже неплохое есть еще также усилитель крепости и он позволяет вытянуть крепость где-то до шести семи как заявляет производитель у меня его нет не пробовал поэтому не знаю а так продукт очень легкий по 10 балльной шкале я бы дал ему максимум тройку фасовка фасовка она сейчас представлена в таких вот тюбиках по 125 грамм стоимость в рознице 750 рублей а в ближайшее время выйду также фасов очки небольшие по 30 грамм их стоимость будет около 200 рублей какая будет цена вот этого продукта уже в украине сейчас к сожалению не могу даже предположить однако если мы будем сравнивать продукт с другими то ближайшие что приходит но он это бифри по ценнику поэтому я не думаю что паста будет прям каких-то заоблачных денег стоить у нас многие сейчас спрашивают за старт продаж в украине вообще на текущий момент компания спейсмок уже готова выходить на наш рынок единственная скажем так проблемка с которой они столкнулись на текущий момент это поиск надежного хорошего дистрибьютора поэтому сразу как человек будет найден я думаю продукт начнет заходить к нам тут плюс еще играет проблемки сейчас с границами немного так будем пробовать это вкусненько это это по-другому сравнивать в принципе пасту и табачную речайную смесь я считаю неправильно она курица по-другому имеет свой немножечко специфический такой привкус и я считаю что для того чтобы понять вообще что это сделать вывод нужно это не нужно просто стоит попробовать хотя бы один раз я не совсем понимаю как этот продукт приживется в кальянах почему среднее время средняя продолжительность курения пасты одной чашки это два часа важно только уголь менять постоянно если вы будете это правильно делать что немножко геморройно как я сказал и это может быть такой минус то в общем два часа у вас будет держаться вкус а дымовые выпускать можете это дольше с чего следует кальяной не совсем выгодно держать у себя гостя который заказал всего один кальян и будет занимать у вас стол два там два с половиной часа опять таки это лишь моя точка зрения по моим личным впечатлениям что хочу сказать мне продукт понравился но я прекрасно понимаю что постоянно курить я его не буду это прикольная штука чтобы познакомиться побаловаться возможно несколько недель его покурить ну или там два раза в месяц но не на постоянку лично у меня ощущения такие прошло уже 15 минут 8 минут грели где-то 8 минут курили я снял только колпаки 4 угля у меня еще стоит я бы конечно хотел сделать какой-то розыгрыш для вас но у меня всего 8 тюбиков производитель не прислал нам ничего чтобы мы разыграли поэтому нам остается только ждать старта продаж который по моему предположению будет в четвертом квартале двадцатого года как я уже говорил продукт нестандартный новый не всем зайдет но попробовать как я говорил уже стоит вот это был такой ознакомительный выпуск обзор скажем так о продукте space smoke я надеюсь что он был действительно для вас полезен и какую-то новую информацию вы для себя подчеркнули если вам этот выпуск понравился то ставьте царский лайк и бейте в колокол а также не забудьте подписаться на канал если вдруг вы этого еще не сделали ну и по стариночка как всегда с вами был я женя кальян и канал sweet smoke курите правильные кальяны и смотрите правильные обзоры и до скорой встречи через неделю пока пока